Кроме вопросов проведения единого госэкзамена, на еженедельном совещании у главы Чуваши обсудили итоги лицензирования управляющих компаний. До 1 мая управляющие компании, работающие в Чуваши, должны были пройти лицензирование. Те, кто не прошел эту процедуру, должны управлять до того момента, пока их дома не будут переданы новым законным организациям. В Чуваши 163 управляющие компании, из них 147 подали заявки на лицензирование, и лишь 119 его прошли. В числе основных причин – недобросовестное раскрытие информации. Большинство управляющих компаний, которые не получили лицензии, работают в Чебоксарах, Новочебоксарске, Канаше, Фурнарах и Батрево. Глава Чуваши обратил внимание на возможность недобросовестного ухода компаний с рынка. Знаете, что управлять не будут, все на самотеке, какие-то дома без воды могут достаться. По всем домам, по всем управляющим компаниям объявлен конкурс на определение новой управляющей компании. Как было отмечено, до 1 июля должны будем выбрать, определить управляющие компании. И закрепить все дома. Проблемы, о которых вы говорите, держим на контроле. Теоретически они возможны. И возможен и вывод средств при сборе средств населения. И не оплате по свечкам коммунальных ресурсов. Здесь мы проверки проводим. И в случае нарушения направляем материал в прокуратуру. 17 управляющих компаний, 14 получили. Три компании не получили лицензии. Одна не подала заявление, два их лишили лицензии. Всего 4 дома. Менее сложная ситуация, чем в Чебоксарах или в Канаше. Поэтому до 10 числа состоялись собрания собственников по трех квартирным домам, которые выбрали форму управления как ТСЖ. По одному дому управляющая компания МУК УК в ЖКХ на сегодняшний момент уже приняла на обслуживание этот дом. Глава Чуваши поручил местным властям пристально следить за ситуацией, чтобы ни один дом не остался без управления и организации, не прошедшие лицензирование, не бросали жильцов с их проблемами.